Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами распаковка из интернет-магазина Космобель. Здесь много всего интересного. Итак, поехали! Космобель, девчонки, это такой интернет-магазин, где очень большой выбор Ивановского трикотажа, а также там есть косметика и аксессуары. Причем косметика белорусского производителя и корейская косметика. Очень, кстати, большой выбор. Я заказала много всего интересного. Сейчас с вами все распакуем. Вот так приходит посылка. Вот так правильно называется. Смотрите, сайт. Я вам ссылочку оставлю. Космобель. Ассортимент вообще огромный. Прямо запаковано все очень добротно. Фух, распаковали. Надеюсь, что не снизу, как у меня частенько бывает. Ой, первое, что вижу, девчонки, это комплект на выписку. Да, точно. Здесь у меня много трикотажей. Есть и косметика, и корейская, и белорусская. Давайте начнем с трикотажа. Вот так выглядит набор на выписку. Смотрите, что сюда входит. Одеяло 85 на 85, уголок, пеленка, кокон, распашонка, шапочка, чепчик и лента. Да, сейчас посмотрим с вами всю информацию. Вот я взяла такого бирюзового цвета, вам камера немножко голубита. Вот на самом деле он бирюзовый. Вот в таком чехле пришел. Все как бы отлично упаковано. Чехольчик пригодится тоже на молнии, да. И сейчас посмотрим. Вот такой красивый. Очень мягкий одеял, я вам словами передать не могу. Очень красиво видеть, как велюр, да, наверное. Так, и что у нас здесь за наполнение? Давайте посмотрим. Внутри трикотажная ткань. Это хлопок. Все, я смотрела специально. Так, одеяльце большое. Очень красивая шапочка, кстати, в цвет одеяла. Да, она такая маленькая. Вот какая прелесть, да. Такая маленькая шапочка. Но она достаточно теплая у нас в конце мая. Как бы, может быть, и без такой теплой шапочки обойдемся. Смотрите. Спасибо, Горичка. Прелесть. Дальше. Уголок. В уголок как раз все у нас с вами завернуто. Вот там еще я вижу одежды. Да, это кокон. Кстати, кокон и потом пригодится спать в нем. Большой такой. Так, здесь у нас распашоночка. Вот такая. Красивая, маленькая такая. Вот она. Тоже хлопковая. Шапочка вот такая тоненькая, беленькая. И вот сам кокон. Здорово. Коконы вообще это сейчас тема. И спать вместо тугого пеленания он на молнии, еще на кнопочки. Мне кажется, очень удобно. И смотрите, как закрыта молния, чтобы, не дай бог, ребенка не поцарапать замочком. Вот, все отлично. Очень красивый наборчик. Девчонки, пишите, как вам нравится. Смотрите, одеяло, еще уголок, да, один здесь. Вот так украшен. Здорово, красиво. Вот где будет личико, да, получается. Ну, очень красивый комплект. Мне безумно понравился. Такая бежевая ленточка к нему. Завязать. Атласная. Все отлично. Дальше девчонки заказала платье. А в 146 размере. 100% хлопок. Ребенку. Своему старшему, да. Мы все померяем, вам все покажем. Это платье с такой на лето. На сайте выглядело очень симпатично. Все с этикеточками приходит. Вот. По уходу. Давайте посмотрим, что заплатится. Ой, классно. Слушайте, оно большое. Я вам могу сказать однозначно, что на Космобель не маломерки вещи. Оно прям большое. Если в других магазинах, интернет-магазинах вангского трикотажа 146 нам как бы нормально, то здесь, я смотрю, оно прям такое большое, да. С длинным рукавом. Очень симпатичная такая платьица. Расцветочка веселенькая. Смотрите, она будет прям длинная. Вообще длинная-длинная. Точно могу вам сказать, что не маломерят вещи, да. Ну, по крайней мере, по этому платью. Сейчас посмотрим дальше. Мы с вами все равно его померяем. Все вам покажем. Со швами все прекрасно. Ткань очень приятная. Такая дышащая. Хлопок. Все отлично. Рукавчики обработаны. И низ. И оно получается вот здесь потали сшито, да. Оно еще и тянется слегка. Не сильно, но тянется. Красиво. Любимодный принц с фруктиками, с авокадо. Вот такую пеленочку заказала девчонки. Это европеленка-кулирка. Смотрите, как она обработана. Здорово. Так, стопроцентный хлопок. Рекомендации по уходу. И сейчас посмотрим. Как она у нас с вами выглядит. Какая мягенькая. Получается скругленные края у нее. Так. Она на липучке. Вот точно. Это очень удобная пеленочка. Это как кокон, девчонки. Это вот именно что, как кокон. Смотрите. Вот так она у нас с вами выглядит в разложенном виде, да. И если нам нужно завернуть ребенка, здесь у нас есть липучки. И вот так вот мы будем заворачивать. Так, сначала, наверное, вот эту сторону, да, на липучку. А потом вот эту. Нет или нет. Разобраться бы еще. Слушайте, одна липучка. Так, нет, наверное, вот эту вот сюда. Оп. Да. Я правильно понимаю? А вот эту потом вот сюда. Вот таким образом у нас все с вами пеленается и получается. Ладно, в процессе использования разберемся. Классный принт, мягкая ткань. Здорово. Дальше у нас в заказе костюм мужской. Так. Темно-синий. Размер 116. В общем, я, по-моему, брала, девчонки, 58-й. Почему-то 116 здесь написано. Сейчас распакуем, посмотрим и все померяем. Да, это 58-й размер. Вот он здесь написан. Это такой классный, симпатичненький, очень костюмчик. Достаточно плотный ткань, плотный хлопок. Капюшончик на шнуровочке. Внутри синий. Мне нравится. Отличный костюмчик вообще. Добротный такой, плотненький. Даже сейчас вот на раннюю весну прям очень классно. Смотрите. Здесь резинка внизу. Кармашек сбоку у нас с вами, да? Вот резиночка внизу. Вверху такой принт. Что там у нас с вами написано? Take Victory, да? Вот так выглядит. И рукав. Рукав тоже с манжетой. Классно. Темно-синий получается серым. И брюки к нему. На резинке. Резинка не прошита. А нет, она пришита. То есть она не будет переворачиваться, она пришита. Девчонки, она внутри не гуляет. Это очень хорошо. Темно-синий получается. И с таким же серым принтом, серыми лампасами по бокам. С кармашками. Шнуровочки нету у нас. Вот такие вот брючки. И внизу тоже резиночка. Вот такой вот костюмчик. Сейчас все помырием. Следующие, девчонки, это вот такие вот трусики под подгузник, так как лето впереди будет жарко. Так, размер 40. Но размер я, по-моему, брала 62. Размеры написаны странные какие-то на этикеточках. Смотрите, какая прелесть. Вот так выглядит трусики под подгузник. Вот такая вот милота. Это леггинсы, девчонки, по очень смешным ценам. Я вам постараюсь на каждый продукт тоже оставить ссылочку. Ну, по очень смешным ценам взяли. Обычные леггинсы, по-моему, в каком... А, 140-146. 76 хлопок, 22 па и 2 эластан. Просто, мне кажется, за 100 с чем-то рублей. Обычные леггинсы такие таскать во дворе, на даче. Вот, смотрите, марка, описание подростковой коллекции. Сделанного Иванова класса. Здорово. Сейчас посмотрим. Вот, смотрите, какой материал. Довольно, кстати, плотный. Вот сейчас даже на раннюю весну. Они сделаны как колготочки, да? Только внизу, получается, с манжетиком. Обычные черные леггинсы. Да, есть у нас, как на колготочках, разделение зад-перед. Спереди одна полоска, сзади две. Очень хорошо, кстати, тянутся. Это здорово. Ну, это обычные такие классические черные леггинсы. Девчонки, это я не заказывала. Это, по-моему, кухонный полотенчик. Подарок от производителя. Здорово. Да, точно. Это полотенчик. В воскресенье. Вафельное полотенчико, кухонное. Вот такое вот милое, яркое. Кстати, к Пасхе пасхальное. Смотрите, какой прелесть. Пасхальная тематика. Вот такое вот красивенькое полотенчико. Вообще здорово. Спасибо, Космобель, за подарок. Дальше самое интересное. Пошла косметика, органайзеры. Смотрите, девчонки, я заказала органайзер. Упакована все прекрасно, кстати, было. Он же пластиковый у нас. Органайзер самый дешевый такой, где я когда-либо видела. Даже в Фикси подобные дороже. 200 с копейками рублей он, по-моему, стоил. Ну, Фикси таких нет, начнем с того. Органайзера я в последнее время полюбила, чтобы организовывать пространство свое рабочее. Скажем так, в разных расцветочках есть. Так, 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 как ящик выдвигается. Вот, мы сюда вверх кладем все, что нам нужно. Здесь глубокий отдел, здесь тоже глубокий сбоку. Здесь неглубокие, можно что-то положить. Да, и вот такой вот ящичек. Розовый, красивый, куда мы тоже можем что-то с вами сложить. Так, я вставила неправильно. Да, там есть пазы, куда надо попасть. Смотрите, такой плотный пластик, непроминаемый, очень плотный, добротный пластик. Вот, прям контейнер вообще супер. Красиво, стильненько и очень качественно. Дальше, девчонки, всякая входовая косметика. И смотрите, как все упаковано. Сейчас я распакую, будем с вами разбираться. Вот такие два продукта из серии Белл Косметикс. Смотрите, это у нас гель-пенка для купания 0+, и крем детский для чувствительной, нежной, чувствительной кожи. Очень неплохие отзывы на эту серию, и она безумно бюджетная. Девчонки, я вам сейчас покажу накладную. Смотрите, состав, кому интересно. Можете нажать на паузу, да, и вот состав средства для купания. Можно с вами понюхать. Ой, пахнет. Девчонки, ну не знаю, пахнет Johnson's Baby или как называется, Бёбхен. Вот Бёбхен точно так же пахнет. Я с первой дочерью пользовалась Бёбхен в основном. Пахнет прям один в один. Так, держи. Поехали дальше. Один продукт от Vitebs. Это у нас Мама и Малыш, ванночка для купания детская. Это белорусская косметика у нас с вами пошла. Так, с ромашкой чередой, сладкий сон с первых дней жизни. Вот такой вот продукт. Смотрите, состав тоже, кому, девчонки, интересно. Тоже очень бюджетно. Здесь 300 миллилитров. Большая такая баночка по аромату. Здесь уже какая-то фруктовая отдушка. Фруктовая отдушка есть. И вот такой вот еще кремушек. Один для младенцев 0+. Крем защиты под подгузник от опрелости. Тоже бюджетно. Содержит Депантенол. Это у нас Лив Делана. Так, состав. Где состав? Вот состав. Так, дальше поехали еще. Девчонки, я взяла. Вот такой вот очень интересный филер для волос. Я подсмотрела его у Алены Ризван. Многие из вас ее смотрят. Кто не смотрит, я ссылочку на нее под видео оставлю. Потому что много-много чего у нее интересного подсмотрю. Она его очень хвалила. Даже, по-моему, пост в Инстаграм на него писала. И я взяла, мне тоже захотелось. Инъекция красоты для волос. Будем с вами вместе тестировать в одном из следующих видео. Это белорусский филер тоже. А кто его производит, девчонки? Витекс. Витекс, Витекс, Республика Беларусь. Да. Вот. Белита Витекс. Это такой продукт, который наносится на волосы, держится, потом смывается. Смотрите, так. Экспресс-средство, способное за 15 минут преобразить даже сильно поврежденные волосы. Очень интересно, на самом деле, потестировать, потому что Алена прямо его хвалила. Вот так выглядит флакончик. И здесь у нас мерная крышечка. Вот. Попробуем. Попробуем сами обязательно потестируем. Так. И еще в моем заказе киск косметики я взяла две корейские маски. Там есть прям раздел корейской продукции, есть раздел белорусской продукции. Вот такие вот две масочки. Бюджетно тоже. Корейский женьшень. Это, смотрите, Касима, наверное, да? Мне кажется, да, Касима. Вот. И муцин улитки. Информация, кому интересно. Хорошо, что здесь есть на русский. Очень ценно. Вот такие вот две тканевых масочки. Так, смотрите, теперь сориентирую вас по ценам. Трусики под памперс, да, 99. Органайзер 245, классный. Гельпенко 88 был комплекс. Крем, девчонки, 43 рубля. Тканевые маски по 50. Так, крем под подгузник 103. 103-109. Это скидка, что ли? Какая-то, наверное, да, девчонки? 109-103. Так, мамы и малыш ванночка 112. Шоковая терапия для волос 248. Вообще, скидка. Скидка от 5 тысяч 5%. Так, получается, европеленка 231. Костюм мужской 1188. Самый дорогой леггинсы 154. Набор на выписку тысяч... Нет, самый дорогой набор на выписку. Из 7 предметов 1638. Это очень, кстати, хорошая цена для такого набора. Я уже много-много перелопатила всяких сайтов, магазинов, интернет-магазинов. Для такого набора, где 7 предметов, эта цена отличная. Так, и платьишко у нас 620 рублей. И так сейчас будем все мерить. Вот так выглядит платье. Кстати, нормально. 140 к лету будет почти как раз. Да? Но я бы сказала, оно соответствует своему размеру. Да? Вот 140 оно было бы хорошо. 136 было бы хорошо. Нам чуть-чуть пока великовата, да? Но в целом очень симпатичное прям. Мне очень понравилось. Оно удобное, да? Легенькое такое, да, Котюн? С авокадиками. С авокадиками, с фруктиками. Да, вообще прелесть. Нравится? Гулять, да, можно. Да, гулять можно. Давай еще леггинсы померяем, покажем. Или леггинсы. Ну-ка, покажи немножко, подними. Вот. Ну, классно. Слушайте, классно. Они такие плотненькие. Можно даже в школу носить. Вот мне сейчас дочь подала идею. Сейчас весной. Они достаточно такие тепленькие, комфортные. Да, натянулись высоко, да? Высоко натянулись? Ну, покажи, покажи, подними. Не бойся. Вот, да, высоко леггинсы натянулись. Вот высокий какие. Класс. Все, опускай. Здорово. В школу, да? Здорово. Красота. Смотрите, костюмчик мужской. Вообще огонь. Ну-ка, задом. 58 размер. Сел прекрасно. Вообще замечательно. Свободненько. Очень классный костюм. Он из средней плотности. Вот сейчас можно сверху куртку и в нем смело ходить. Давай капюшон наденем. Капюшон, кстати, классный. Вообще большой. Давай. О, красота. И карманчик спереди, да? Да. Слитный? Да. Слитный. Конечно, вот он. Костюм обалденный. Вообще здоровский. Супер. Прям качество классное. Все, берите, хорошо будет. Будет нормально сидеть. Все. Расставила. Мне его прям здесь не хватало. Теперь у меня точно все влезает. Смотрите, девчонки, сюда положила маленькие кремушки для глаз. Вот эти все удобно под рукой. Здесь то, чем пользуюсь. Дезик поставила сюда щеточку для умывания, кисточку для масок, спонжики, резинку, которыми волосы закрепляю. Вот сюда можно вот так вот. Крабик у меня есть такой тоже, когда косметические какие-то процедуры делаешь. Еще вписался здорово. Он и под декоративную косметику очень классно будет. Кисточки можно прям сюда тоже наставить. Разные помадки разложить. Сюда и пудра влезет. Такой достаточно объемный ящичек. В общем, мне нравится. Теперь прям красота. Все вот эти три контейнера стоят у меня аккуратненько. Все здорово, замечательно. Ну и сейчас будем с вами тестировать вот этот вот филлер для волос. Потому что мне очень интересно. Посмотрим, насколько действительно он хорошо работает. Ну что, наверное, для разнообразия мы с вами прочитаем инструкцию, да, все-таки, как надо его применять. Отмерьте необходимое количество филлера, использовавшись с мерным стаканчиком, который находится внутри коробки. Количество филлера по таблице. Очень длинные волосы, это не про меня, длинные тоже не про меня, волосы средней длины, да, мы с вами будем брать 15 миллилитров нам нужно. Выливаем филлер в неметаллическую емкость, добавляем к нему такое же количество холодной воды, то есть 15 миллилитров. Соотношение филлера один к одному и воды. Тщательно перемешиваем до плотной однородной кремообразной консистенции. Наносим на чистые подсушенные волосы, отступив 2-3 сантиметра от корней волос. На корни не наносим, да? Уделяя особое внимание кончикам, естественно. Для удобства нанесения можно воспользоваться кисточкой. Нет, я думаю, это неудобно. Выдерживаем 15-20 минут для усиления эффекта. Шапочку можно. И укрыть волосы полотенчиком. Пленочка, тададым, тададым, тададым. Тщательно промойте волосы теплой водой, высушите и уложите привычным способом. Окей. В общем, на чистые волосы. Девчонки, сейчас я буду мыть голову. Кончики у меня уж такие, видите, они вот в эту сторону заворачиваются. Они уже мертвы. Но не совсем, конечно, они еще, в принципе, более-менее, но уже такие сухенькие. Очень хочется протестировать этот филлер. Сколько у нас здесь миллилитров? Насколько вот на мои волосы процедур хватит? Меньше 300 рублей стоит вот эта штука. 80 миллилитров. Если по 15-20 миллилитров на процедуру, на 4 процедуры. Нормальненько. Вот он, мерный стаканчик. Все, я пошла мыть голову. Процедуру омовения совершили. Для чего вообще нужен филлер, девчонки? Это, если филлер хороший, моментальное преображение волос. То даже картинка есть, как бы, да, до и после. Так, если у вас сухие, ломкие волосы с секущимися кончиками, вы часто окрашиваете волосы, утратили блеск, если они стали усталыми. У вас непослушные волосы с пористой структурой, вы часто укладываетесь феном или утюжком, то вам нужен филлер. Просто необходим для кончиков. Погнали. Я взяла стакан, налила холодной водой, даже шапку нашла. Я добавлю, наверное, девчонки 20 миллилитров, потому что все-таки волосы у меня не длинные, но они густые пока еще. Так, и водичка. Фу, пахнет очень неприятно. Взяла вот такую чашечку. Так, а чем я перемешивать буду? Кисточкой. Кисточку для краски вижу. Так, выливаем 20 миллилитров филлера и 20 миллилитров холодной воды. Ой, 25. Вот 20, все. Уже в стаканчике хлопьями вода начала сворачиваться. О, и тут, смотрите сразу, что творится, видите? О, какой фокус. Фокус. Интенсивно перемешиваем. Он превращается, как будто бы, в бальзам. Такая кашица. Не сильно много, но 40 миллилитров, да, в целом. Вот, застывает, и как бальзам, как масочка, да, такой средней густоты. Прикольненько. Сейчас как оживут мои кончики. И вообще красота. Как часто можно, интересно, такую процедуру повторять. Так, моментально проникает на твотл. Волосы заполняют поврежденные участки, повышают плотность и упругость. Плотность я люблю, когда повышается, это как от масочек с желатином, да. Глубоко увлажняет, питает, придает гладко-шелковистость, бриллиантовый блеск. Так, пантенол, масло мануэ, как часто, что-то не написано. В составе на первом месте алкоголь. Интересно. Очень интересно. Ладно, хорош мешать. Давайте заполнять наши кончики. Не знаю, прочесать потом, не прочесать. Вроде написано, прочесывать не надо. Давайте не будем. Набираю на руку, между ладонями вот так растираю и наношу на волосики. Чуть, 3-4 сантиметра, да, отступая от корней. Не, в принципе, достаточно. Можно было и 15 миллилитров налить. На мокрые волосы расход такой маленький. Другую сторону. Но они прям под руками, когда наносишь, уже становятся гладенькие. Очень интересно на самом деле. Здорово. Хорошо. Если будет эффект, то будет здорово. Я, в принципе, нанесла везде и еще осталось. Но будем наносить. Что же делать-то? Не выкидывать же. Не, прикольно. Они прям уже такие гладкие становятся сразу по нанесению. Даже когда масочки для волос наносишь, как-то все вот не так. Все иначе. Они прям моментально разглаживаются под руками. Очень интересно. Но сейчас вот, когда с водой смешалось, запах уже так сильно в нос не бьет. Но чувствуется алкоголь. Пить нельзя. Так дайте хоть сделать маску для волос алкогольную. Здорово. Так, будем ходить с вами 20 минут по максимуму. Выжмем все из этого филлера. В принципе, цена очень бюджетная. За 4 процедуры, да, получается меньше 300 рублей. Ну, конечно, если у вас волосы длинные. На длинные знаете сколько? 25-30 миллилитров. На 2-3 раза тоже нормально. Все. Красота. Не узнаем свои волосы потом. Не буду я прочувствовать. Посмотрю так. Что у нас с вами получится. Омой руки. Будем одевать шапочку. Но мне кажется, надо их сначала чем-то заколоть. Где мой волшебный? Кряп. Так. Ну, хотя бы как-то вот так. Чтобы они не лезли никуда. Хотя бы. Так. Нормалек. Шапочка. Желтенькая, красивая. Так, уходи на место. Не вылезай. Все что-то пытается вылезти. Ну и полотенцем завернуть. Чего уж там. Восстанавливать волосы так восстанавливать. Шапки не хватает. А зад прикрыть. Маленькие шапки. Недоделанные. Ничего страшного. Так, полотенчик. Так. О. Все, 20 минут хожу. Приду к вам. Смою. Наверное, сначала. Посушу. И покажу. Сейчас будем сушиться. Я когда смывала, мне нравилось то, что я ощущала под своими руками. Они мокрые, даже блестят, девчонки. Прям вот, прям правда нравится. Ну, в общем, сейчас посушимся и посмотрим. Слушайте, девчонки, ну вау. Ну вот вау уже. Вы посмотрите. Даже как-то уложилась сегодня по-другому, захотелось. По мне, просто вау. Мне кажется, этот филлер теперь будет любимым моим средством для волос. Посмотрите. Посмотрите, какая прелесть. Вообще. Я вам сейчас еще покажу при естественном освещении. У нас пока не совсем стемнело. Но это просто что-то с чем-то. Я довольна. Я довольна. Стоп, смотрите, как волосы блестят. Класс. Я сушила, причем обычным феном. Не фен с щеткой, да? Потому что она так сглаживает кончики, чтобы не портить картину. Достоверно от филлера. Обычным феном и продуваемой расческой. Все. И я прям в шоке. Девчонки, мне очень нравится эффект. Просто супер. Вот так волосы выглядят при естественном освещении. Близк нереальный. И очень мягенький, плотненький, хорошо лежат. Ну, в общем, красота. Про маски вам еще хотела сказать. Вот эти вот космия, да, получается, космия. Это что-то. Это просто что-то тоже безумно понравились. А вот это вот с женшенем, корейский женшень, она, конечно, попахивает не очень. Травами. Такой запашок с женшенем. Травами, какими-то корнями. Ну, в общем, запах ни о чем. Но лекала, я фоточку сделала, вам здесь сбоку оставлю. Мне немножечко не хватало, да, лекала. Но я все, прощаю этой маске за 50 рублей, потому что эффект обалденный. Там действительно муцин и улитки. Кто пробовал средства с натуральным муцином улитки, тот поймет. Есть сразу моментальный лифтинг эффект. Кожа подтягивается, натягивается, разглаживается. Тон выравнивается. Ну, в общем, пока, на данный момент, девчонки, это лучшие тканевые маски, которые я пробовала. Серьезно. Лучшие. За 50 рублей вообще просто шикардос. Прям разглаживаются морщинки, все подтягивается. Кожа невероятно бархатистая, гладкая. Маски потрясающие. Прям вот где увидите, девчонки, на сайте они по 50 рублей, да. Я вам очень рекомендую попробовать, они очень. Ну, и на этом все, мои хорошие. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Все полезные ссылочки в инфобоксе, проходите, знакомьтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Перед...